Всем привет! С вами Селиванси и Катерина. Сегодня я вам покажу, как регистрировать консультанта под любого другого. Вашу морковку, например. Смотрите, сейчас я нахожусь в своем личном кабинете. Нажимаю «Выйти». Из личного кабинета мы вышли. Вот здесь наверху консультантам будет онлайн-регистрация. Если вы вышли из раздела «Моя структура», например, а не «Личный кабинет», то у вас сразу вот это поле откроется. Здесь мы пишем «Емейл новичка». Так, здесь мы пишем тоже имя новичка. Не ваше. Пусть будет Елена. Так, нажимаем «Продолжить». Дальше мы заполняем фамилию. Отчество можно не писать, можно писать. Так, дату рождения мы заполняем. Пол ставим женский. Мобильный телефон выбираем «Россия» или «Какая страна вам нужна». Так, здесь мы выбираем город. Ну, смотрите, если вы пишете здесь, допустим, области, поселок, у вас не найдется. Нужно писать только поселок, и списка он предоставит. Вот, здесь самое важное. Здесь мы ставим «Да», потому что если мы оставим «Нет», если мы забудем, то ваша регистрация уйдет другому консультанту. Тому, кто сделал от 100 баллов и является VIP. То есть, компания распределяет заявки автоматом, вот с общего сайта, когда мы регистрируем, тем, кто сделал больше 100 баллов. Так, сейчас я пишу номер консультанта, который мне нужен. Вот. Жмем на пустое белое поле, и у нас появляется фамилия, под кого мы хотим зарегистрировать. Мы можем зарегистрировать только под того, кто сделал первый заказ от 800 рублей. Поэтому в «Морковке» смотрим, кто у нас там крайне сделал заказ, и пишем его номер, если метод построения структуры у вас вглубь. Так, нажимаем «Зарегистрироваться». Смотрите, у нас вышло такое окно. Сразу нам пришло такое сообщение. Поздравляем новый консультант в вашей структуре. Так, нажимаем «Отправить код подтверждения». Он войдет второй раз, но на всякий случай лучше выслать второй. Мало ли он там не пришел. Первый. Бывает. Это окно закрываем. Ваш новичок, он сам введет код подтверждения на сайте, когда туда зайдет. Мы сейчас в личном кабинете. Посмотрите, мы нажимаем здесь «Личный кабинет». Сейчас мы ему все тут активируем сами, чтобы его магазин личный уже работал. Мы все время должны закрывать это окно до тех пор, пока он не ввел свой код подтверждения. Снова мы заходим в «Личный кабинет». Опять мы закрываем это окно. «Личные данные» мы нажимаем. Так, здесь заходим на «Стройки». Здесь мы активируем «Личный интернет-магазин». Так, кодовое слово ей пишем. Ну, любое, какое в вашей структуре принято. Можем имя написать. Ну, вот я напишу «1, 2, 3». Здесь мы ставим галочки. По проживанию выбираем. Это галочки для VIP, для тех, кто хочет получать контакт, регистрации автоматически от компании, те, кто сделал личных 100 баллов и больше. Вот эти галочки мы делаем, чтобы у нас вот этот сайт работал. То есть по этой ссылочке у него все уже сайт активный. То есть его магазин работает. Вход сюда по тому же паролю и логину, как от кабинета. Мы можем его поправить. То есть выбрать цвет сайта, выбрать фон. Дальше мы можем, что раздел «Карьера» там есть. И в виде блога мы там можем написать все о себе, свои ссылочки, контакты, все, что хотим. Дальше нажимаем «Сохранить». Здесь будет такое вот оранжевое поле, что не пройден тренинг. Они должны пройти тренинг. Здесь вот будет написано, какой это искусство коммуникации тренинг должен пройти, чтобы получать контакты от компании. Дальше мы заходим в «Контактные данные». Опять это окно закрываем. Если уже новичок ввел код, то у вас не будет оно вылазить. Вы вдвоем будете с разных компьютеров в одном кабинете. Так, здесь ставим галочку. И почту нажимаем «Подтвердить». Потому что большинство новичков не находит, где подтвердить почту. Они не все изучают сразу свой кабинет доли поперек. Поэтому мы сами им присылаем код подтверждения. Закрываем это окно. Вот здесь внизу нажимаем «Сохранить». То есть им на e-mail пришло подтверждение. Они там увидят, нажмут. Вот таким образом у них подтверждение пришло. Если у вас новички, часто попадается, что они, что-то у них то в кабинет не заходит, то заказ они сделать не могут. Вот сюда сразу заходим в сообщение, там у них пароль сохраняется. И в Excel себе записываем пароли новичков, чтобы у вас было на случай их проблемы, чтобы вы поправили их заказ или что-то, ну, помочь им в общем. Дальше мы нажимаем «Выйти». Если дальше мы хотим продолжить регистрировать, мы переходим вот сюда «Регистрация консультанта» и все, продолжаем по новой.